Добрый вечер! Эфир общественного телевидения «Приморья» продолжает тема дня. В студии работает Юлия Бернацкая. Победителем чемпионата России по уличному баскетболу стала приморская команда ПСРЗ. И сегодня у нас в гостях игроки этой команды Юрий Митюк и Андрей Зверков. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы чемпионы России. Поделитесь своими впечатлениями. Каково это? Конечно, впечатления очень незабываемые. Мы все счастливы. Рады, что мы победили. Надеемся побеждать в дальнейшем в других соревнованиях. А как проходила подготовка к Pacific Open? Перед этим чемпионатом у нас был 10-дневный сбор на нашей базе. Там у нас был шутинг-кэмп. Это работа над броском. Ну и ближе к чемпионату мы уже начали играть 3 на 3. Немного разобрали тактики, взаимодействий. Ну и, собственно, все. Но вам были знакомы игроки, команды, с которыми приходилось соревноваться? Да, нам были знакомы некоторые игроки, но большинство команд были для нас неизвестны. Ну, некоторые игроки, например, Алексей Горехов, который играл за московскую команду, которая попала в полуфинал, он играет в нашей команде в «Спартак-Приморье». Он нам, конечно, хорошо знаком. Также некоторые другие игроки, которых мы знали, ну, просто еще с менее раннего возраста. То есть, поэтому, ну, кто-то был нам знаком, а кто-то, конечно же, нет. Расскажите, вот о финальном матче. То есть, за счет чего все-таки вам удалось переиграть вот команду «Сочи»? Ну, я думаю, что, скорее всего, это было за счет желания, за счет заряженности на борьбу. И, как бы, мы столько такой путь уже проделали. То есть, дошли до финала, и отступать уже никто не хотел. И, наверное, на зубах все-таки вырвали эту победу. Ну, каковы, допустим, сильные стороны вашей команды? Ну, наверное, сильные стороны – это, как я уже сказал, заряженность на борьбу. И то, что мы не хотим уступать ни в каком эпизоде. Ну, и, наверное, то, что мы, как бы, такие самые молодые, можно сказать, участники. И, наверное, за счет этого, может быть, молодость, за счет этого напора мы старались и боролись в каждом матче. Но есть какие-то слабые стороны, вот вы как считаете? Слабые стороны? Ну, не знаю даже. Не разбирали мы еще эту ситуацию. Ну, слабая сторона наша, наверное, основная была – это рост. Хоть бы более-менее и высокие все. Но были команды, особенно в финале, мы уступали в росте. Только одного верка мы были выше все. Ну, а там были высокие ребята за два метра. Это все равно дает какое-то преимущество. Но вот давали ли вам какие-то советы, которыми вы воспользовались, которые помогли вам, допустим, прийти к победе? Да, конечно, давали. Эти советы давал нам наш наставник-тренер Эдуард Сандлер. Он очень опытный игрок, и мы к нему прислушивались. Он давал нам дельные советы, давал нам установки на игры. Мы их выполняли и благодаря этому выигрывали. Ну, вот, например, какие советы? Ну, например, в финале мы играли с бывшими чемпионами России команды Сочи. И там был игрок маленького роста, такой забавный. И вот с ним, например, наш тренер сказал играть максимально плотно, не давать ему свободного пространства, потому что он очень опасен и непредсказуем. Мы это сделали. Он по минимуму забил. Ну, и за счет этого тоже выиграли. Ну, обратили ли вы внимание на то, как публика болела за вас? То есть как-то поддерживала? Конечно. Очень колоссальная поддержка была от публики, за что им огромное спасибо. Это в сложные моменты, это как бы в переломные моменты. Именно эта поддержка заряжает тебя эмоциями, даёт тебе силы. Очень помогала. А не бывает такое, что поддержка зрителей, она мешает? То есть вот они хлопают, топают, то есть это не отвлекает? Нет, это не отвлекает. Ну, единственное, может быть, когда только штрафные броски пробиваешь, и люди, например, кричат и могут немножко помешать. Но это не специально, естественно, они просто стараются поддерживать. И, как Юра уже сказал, эта поддержка очень сильно нам помогла, особенно на домашних, можно сказать, трибун, водеостовских болельщиков. То есть ещё раз спасибо всем тем, кто болел за нас. Pacific Open проходил в рамках молодежного фестиваля «Спорт вокруг». Вот как вы относитесь к тому, что сейчас очень активно пропагандирует здоровый образ жизни, то есть заниматься спортом становится как бы модно очень? Мне кажется, это просто потрясающе, что провели такой огромный фестиваль. То есть я видел, ну, в основном все мои мысли были срезочные, конечно, на стритболе, но я не мог не заметить все те экстремальные виды спорта, которые были, всякие там танцевальные баттлы устраивали. И очень радует то, что вот в нашем регионе, вообще в Приморском крае, очень развивается спорт. И, как вы уже сказали, что модно стало этим заниматься. Я думаю, что занятия спортом, они стимулируют как бы и к дальнейшим победам в жизни, там, неважно, в каких там личных отношениях, в семье и так далее. А спорт просто, ну, как бы помогает и толкает к этому. Особенно это хорошо для молодого подрастающего поколения. Ну и в данном случае мы, как представители как бы баскетбола, мы всегда радуемся, когда если кто-то там на улице играет, и мальчишки, и девчонки, ну, это очень здорово, мне кажется. Ну, вот мне очень интересно, вы занимаетесь только баскетболом, или вот для себя как-то тоже увлекаетесь какими-то другими видами спорта? Если честно, у нас как бы в основе все время забирают баскетбол, ну, и уличный баскетбол, и другими видами спорта мы занимаемся просто как бы, ну, чтобы переключиться. Ну, вот расскажите о себе, вот как вы попали в этот вид спорта? Какой был путь? Ну, у каждого, наверное, разный, но всех объединяет то, что они приходят в детскую, юношескую спортивную школу, начинают заниматься. Ну, и у кого-то начинает получаться больше, у кого-то меньше, и там уже естественный отбор. Кто сильнее, того там присмотрели, позвали куда-то. Ну, вот так, я думаю, все дети отдают какое-то предпочтение в роднем возрасте, например, во дворе, во что ему больше нравится играть в футбол, бегать, либо играть в баскетбол, либо играть в волейбол, либо драться кому-нибудь нравится, потом он идет на бокс. Ну, вот, допустим, нам понравился больше баскетбол, играли на улице, попали в школу, со школы попали в детскую, юношескую спортивную школу. Ну, и дальше уже, как я сказал, по естественному отбору. Постоянно выезжаешь на соревнования, тебя замечают люди, приглашают. Хорошо, особенно хорошо сейчас, например, в Приморском крае, это баскетбольный клуб «Спартак» в Приморье, где мы, собственно, играем. И очень хорошая инструктура клуба, есть ранний возраст, детские школы, то есть ты можешь попасть в детскую школу, и с этого пути у тебя начинается твоя карьера. Ты можешь с этого возраста вырасти в профессионального игрока. Сейчас это очень открыто, чисто, наглядно, это всем все понятно. Только желание, ну, а там уже дальше, как я сказал, по естественному отбору. Ну, а как вот вы относитесь к тому, что вот сейчас очень часто родители отправляют своих детей в какие-то секции спортивные, но дети, допустим, не хотят заниматься этим видом спорта, но родители вот настаивают, заставляют? Ну, мне кажется, что это больше, наверное, желание родителей. То есть лично мое мнение, что ребенок должен заниматься тем, чем он хочет заниматься. И даже если он пойдет и попробует, ему не понравится, мне кажется, ну, не мне давать советы родителям, но, мне кажется, лучше прислушаться к мнению ребенка, мне кажется, он лучше это знает. Ну, вот вы лично как попали в этот вид спорта? Я просто никогда не замечал, что я сильно высокий. Потом Ольга Александровна, учитель моей школы, предложила мне пойти в спортивную секцию. И там я стал заниматься, играть в сборную своего города. Как Юра рассказал, дальше ты попадаешь в детскую спортивную школу, начинаешь ездить на соревнования. И вот меня заметила система «Спартака Приморья». Что необходимо, чтобы добиться успеха на спортивном поприще? То есть все малые спортсмены, начинающие, все хотят признания. То есть как без этого? Ну да, я согласен. Ну, какого-то определенного секрета успеха нет. Нужно просто стремиться к чему-то, видеть какую-то свою определенную цель. И, конечно, упорно тренироваться и лелеять, наверное, свою мечту, если есть у этого человека. И главное — любить то, чем ты занимаешься. У вас никогда не было мысли, что, допустим, вы сделали неправильный выбор, становившись на баскетболе? Или всегда были уверены, что это мое? Нет, не было, честно, не было такого ни разу. Я рад очень. Нисколько не жалею, что выбрал именно этот путь. И наслаждаюсь тем, что я занимаюсь любимым делом. Вот ваша команда — чемпион России. То есть что дальше, какие дальнейшие планы? Сейчас у нас идет подготовка уже к баскетбольному сезону. Сейчас, вот, с следующего дня у нас начнутся полноценные сборы. И все мысли о новом стартующем сезоне, который начнется в октябре. Но спортивная карьера, она все-таки имеет какой-то свой срок. То есть чем вы планируете заниматься дальше? То есть очень часто многие ходят в бизнес, в политику. То есть вы чем? Куда? Пока у меня все мысли только о баскетболе. И, конечно, задумывался о чем-то, но что-то чего-то конкретного у меня нет. Я люблю то, чем занимаюсь, и, наверное, это прекрасно. Ребята, спасибо большое, что пришли к нам. Успехов вам, новых ярких побед. Это была тема дня. Увидимся на общественном телевидении «Приморья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова